Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодняшний выпуск «Камчатка. День за днём» выходит с опозданием. Обычно эти выпуски вы видите один раз в неделю. Но так получилось, что мне пришлось в экстренном порядке заканчивать работу над фотоальбомом по-крупнейшим в российском рыболовецком колхозе, расположенном в Сероглазке. И абсолютно не было времени на то, чтобы записывать выпуски «Камчатка. День за днём». Поэтому сегодня, в 7 день апреля, мы узнаем, что происходило на полуострове с 1 по 7 апреля века минувшего. Приступим к нашим увлекательнейшим краеведческим изысканиям. И Боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет! Первое, с чего мы начнём, с искусственного воспроизводства лосося. 1 апреля 1923 года редактор газеты «Полярная звезда» Виталий Толкачёв, более известный под кличкою Кручина, опубликовал на страницах редактируемой им газеты статью рыболовства на Камчатке, посвящённую как раз вопросам и проблемам искусственного воспроизводства. Оставим пока в стороне покоящиеся в недрах Камчатской земли ископаемое богатство, которое ждут к себе применения научных знаний и технической силы, так как это всё дело ближайшего будущего. А рассмотрим одну из самых плодородных камчатских миф. Это рыболовство, пишет господин Толкачёв. Казалось, чего проще. Море без конца и края. Оно содержит в себе бесчисленные стаи рыб, которая сезонно идёт к берегам, лезет во все большие и малые реки, лови как хочешь и сколько хочешь. Так оно и было 10-15 лет тому назад. Рыба была с избытком. И многим казалось, что рыба и камчатка обеспечены на бесконечные времена. На этом основании никто не старался соблюдать установленных государством правил рыбной ловли. Продолжаем читать Толкачёва. Это особенно понравилось нашим милым соседям, которые и не применули воспользоваться случаем похищничать. И надо отдать им справедливость, что они похищничали на славу. Как грибы стали вырастать по обоим морским берегам камчатки рыбалки, увеличивая с каждым годом количество вылавливаемой рыбы. Далее я немного пропускаю текста. Был поднят вопрос о рыборазводных заводах. Эту мысль подхватили предприимчивые люди. Им надавали различных привилегий. И в результате на Камчатке выросли два рыборазводных завода. Один в Усть-Камчатске, другой на реке Большой. Таким образом, с внешней стороны всё уладилось. Начальство успокоилось, а предприимчивые люди потирали себе руки, предвкушая извлечь возможную пользу из полученных ими привилегий за постройку рыборазводных заводов. Тут, наверное, надо немного отвлечься и сказать, что впоследствии эти заводы прекратили существование. Долгие годы существовал всего один завод на Ушковском озере в Усть-Камчатском районе, завод на озере Азабачьем в том же Усть-Камчатском районе. Вот, кстати, мимо прошла моя милая кошка Маша. Посмотрите, как она прекрасна. Ну, давай, Машечка, иди дальше гуляй, а я продолжу рассказ о рыбоводных заводах. Был период, когда искусственного воспроизводства на Камчатке вообще не было. Потом, в начале 90-х годов, вместо одного единственного Малкинского завода, сразу появилось пять заводов, построенных на деньги японцев в обмен на квоты и лимиты. И вот сейчас обратим внимание, как это перекликается с тем, что в 23-м году писал господин Толкачев. Рыборазводные заводы находятся у частных лиц, с коммерсантов, которые следят и блюдут лишь свою привилегию, извлекая из нее, возможно, больше пользы. А до завода и тем более до населения им нет никакого дела. Получается, что эти лица не являются подлинными хозяевами, что они просто случайные лица. Такие же хищники, как и все сидящие на рыбалках, милые соседи разных марок и мастей. Следовательно, нужен хозяин. Где же он и кто им должен быть? Конечно, государство, пишет Толкачев-Крухина. Рыборазводные заводы, являясь строением государственного значения, должны были быть изъяты из частных рук. Содержание его может быть возложено на те же рыбных пауков, вывозящих миллионы пудов и кры за границу и наживающих на этом деле миллионы золотых рублей. Вот, кстати, обратим внимание на то, что сейчас все рыбоводные заводы Камчатки находятся в государственном видении. И это надо заметить хорошо. День следующий. Второй день апреля, год 1917, газета Камчатский листок поздравляет жителей полуострова с величайшим праздником, с праздником Пасхи, с праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И на страницах Камчатского листка священник Ирий Евгений Яхонтов обращается к прихожанам со словами Дал бы Бог, чтобы немерцаемый свет светлого воскресения разогнал и мрак нашего уныния, и наших тревог и сомнений в эти тяжелые дни испытания Родины. Христова любовь, вера в дело Божие и бодрость, и в удаче, и в неудаче, как лучше дар радости, принесенный миру воскресшим, пусть будут неизменными спутниками нашими в эти дни. День следующий. Третий день марта. Газета «Камчатская правда». Год 35-й прошлого века. Газета сообщает, что Эсса продолжает готовиться к 9-му районному советско-колхозному базару. Поселок приводится в порядок. Идет очистка от мусора улиц, дворов. Подготовляется торговая площадь. Сооружается вышка для подъема ярмарочного флага, арки, трибуна, ларьки для торговли. Дома украшаются алыми полотнищами флагов, плакатов, зеленью кедровника. Идет усиленная подброска товаров и продуктов. Для этой цели Авачинским нацсоветом выделено 18 оленей. Первые гости – колхозники и трудящиеся единоличники, участники предстоящего базара и делегаты открывающегося в день ярмарки пленума нацрика, пленума ВЛКСМ. Второй женской конференции, первого районного съезда Осоавиахима уже съезжаются. Некоторые пребывают с детьми, юртами и табунами оленей. Но это не точно. День следующий. Год 1923. 4 апреля. Газета «Полярная звезда» сообщает, что за торговлю спиртом китайской подданной Хан Лон Цин подвергнут на три месяца тюремному заключению. Содержатель опиокурильни китайской подданы Кун Чжао Лин подвергнут штрафу в сумме 50 рублей золота. День следующий. 5 апреля 1937 год. Газета «Камчатская правда» сообщает, что учлеты аэроклуба готовятся к выпуску. В подготовке пилотов, пишет газета, существует специальный термин «вывозка». Это значит, что обучающийся ведет самолет вместе с инструктором. Вывозка составляет значительную часть программы и учлеты «Камчатского аэроклуба» выполнили ее досрочно на 5 дней. Половина учлетов получила оценку «отлично», вторая половина «хорошо» и «удовлетворительно». 18 марта начались самостоятельные полеты, которые продолжаются и сейчас. Все 15 курсантов имеют сейчас в среднем по 40 полетов. В целом программа обучения должна быть закончена к 25 апреля. Продолжаем наше изыскание в части того, что в прошлом веке в эти дни происходило на полуострове. 6 апреля, год 1957. В областном драматическом театре шла пьеса с названием «Одна». Начало спектакля в 20 часов, а касса работала с 10 часов утра. В двух существовавших в 1957 году Петропавловских кинотеатрах шел один и тот же фильм «Тайна двух океанов». В кинотеатре «Камчатка» в «Голубом зале» сеансы начинались в 9.30, в 12.30, в 15.30, в 18.30 и в 21.00 час 30 минут. А в «Розовом зале» этот же фильм начинался в 10.30, в 13.30, в 16.30, в 19.30 и в 22.30. Ну и этот же фильм «Тайна двух океанов» шел в кинотеатре «Мир» в южной части Петропавловска. Сеансы начинались в 9, 12, 15, 18 и 23 часа. А вот в 21 час там шел еще один фильм «Мы здесь живем». В этот же день, 6 апреля 1957 года, «Камчатская правда» написала о том, как в «Паратунке» группа отдыхающих побывала у камчедала-старожила Василия Матвеевича Тюменцева, которому тогда было около ста лет. Вот что рассказал Василий Матвеевич Тюменцев. Родители мои занимались охотой и рыбной ловлей. С 12 лет и я остался отцом ходить на охоту. В прежние годы она была в здешних местах богатая. Промышляли соболей, оленей, баранов, медведей. Но жили мы, говорил Тюменцев, плоховато. С большим трудом, помню, удалось отцу выменить у японского купца дробовик за три соболиные шкурки. И день последний, который мы сегодня рассмотрим в запоздалом выпуске «Камчатка день за днём». Это седьмой день апреля. И мы почитаем газету «Известия», вышедшую в этот день в 1920 году. В этой газете был опубликован протокол заседания Петропавловского уездного съезда советов. Моё внимание привлекло выступление делегата Орлянского, который говорил «Народная охрана должна быть в заповедниках. В Усть-Камчатске охрана местная. Нужен один человек, как инструктор области. Полагучие средства, охраняющие берега Ванадыри, нужны и для западного и источного берега. Вообще нужны охранные суда. Напоминаю, — сказал делегат Орлянской, — что Шемлячик находится на берегу моря в Кроноках. Сюда в Шемлячик съезжаются отовсюду люди лечиться на этот источник, о котором слава гремит на материке. Охрану иметь необходимо, ввиду близости заповедника». Вот так на Камчатке прошла неделя с 1 по 7 апреля в разные годы. А я напоминаю, что «ща» значит «щаранской» — совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Быть такими призывает нас КПСС — «Креативная партия свободы совести». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится раз в неделю узнавать, что именно происходило на полуострове в разные дни века минувшего. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok